Еще не сошел снег, а огнеборцы региональной десантной службы уже вовсю отрабатывают навыки спуска с вертолета в горящий лес. Погодные условия экстремальные. Уделяют внимание и организации взаимодействия между членами группы. Пожарные десантники Новосибирской базы авиационной охраны лесов прошли воздушную тренировку на аэродроме Берск-Центральный. Готовь сани летом, а к летним пожарам готовься, пока снег лежит. Так можно интерпретировать старинную пословицу, глядя на действия пожарного десанта, которые сегодня происходят на аэродроме Берск-Центральный. Тренировка проходит в условиях, приближенных к реальности. Только жару и копоть летнего пожара заменяют ледяной ветер ранней сибирской весны и снежная пыль, колка летящая в лицо. Тренировки проводятся ежегодно весной перед началом пожароопасного сезона. Отрабатываются навыки спусков на условно-лесной пожар, для того, чтобы пройти обучение и быть допущенным к выполнению спусков вертолетов. Конечно, такой тренировки, в которой в этот раз принимали участие около 30 пожарных десантников, предшествует серьезное обучение. В первую очередь осваиваются теоретические знания. Проходит немало практических наземных занятий, где отрабатывается автоматизм всех действий, умение четко работать со снасткой. Ведь от этого зависит жизнь воздушных огнеборцев. Спускаемся на них, тормозные блоки, на них спускаемся. Все легко, когда все знаешь. Пожарные десантники не прыгают с парашютом, а спускаются на тросах. А противник, которого надо уничтожить – огонь. Но, как и в воздушно-десантных войсках, здесь нет случайных людей. Я хотел сначала по контрактам служить, как с армией пришел. А потом что-то вернулось в работу, понравилось и остался. Адреналина много, интересно просто, в лесу постоянно. Особо нет никаких трудностей. Ну, мне нравится. Может, у кого-то другого, может, какие-то трудности. А так, интересно. Бывает так, когда страшно? Первый раз так было. Ну, а так, сейчас вообще ничего. Как, легко все. Нормально. Новосибирский десантно-пожарный отряд неоднократно участвовал в тушении масштабных пожаров в разных регионах Сибири. Как говорят сами огнеборцы-десантники, здесь, как в армии. Главное – четко выполнять приказы и уметь максимально эффективно применять свои навыки. И тогда невыполнимых задач быть не может. Продолжение следует.